4539 положительных решений принято в Брестской области по вопросу досрочного распоряжения средствами семейного капитала. С 1 января 2020, когда был принят указ о продлении программы и внесении дополнительных условий о досрочном использовании средств, многодетные родители стали чаще обращаться в местные органы власти за разъяснением и помощью в сборе документов. Выделенную сумму можно потратить по трем направлениям. На улучшение жилищных условий, таких заявлений на данный момент большинство, около 93%, а также на получение ребенком первого высшего образования, либо на медицинские услуги. Программа «Семейный капитал» действует с 2015 года. В начале 2020 года программа «Семейного капитала» продлена до 2024 года. За текущий период «Семейный капитал» назначен около 2000 человек. А с 2015 года уже около 18 тысяч человек смогли воспользоваться данной программой. То есть уже 18 тысячам семей назначен «Семейный капитал». Основные направления, на которые может семья тратить средства «Семейного капитала», это срочно замечу, это на строительство жилья, на нужды здравоохранения и на получение высшего образования, среднего, первого, на платной основе. Каждый раз все по-новому. Помоложе было одно состояние, потом другое, постарше третье. Что такое радость многодетной семьи, супруги Гагишвили узнали около трех лет назад, когда в их семье родилась младшая дочь. Сегодня уже эта девочка делает первые шаги в детском саду, ей два с половиной года. А старшая дочь поступила в 2020-м в Гродненский медицинский университет. Платно. Зная о том, что семья имеет право на средства материнского капитала, супруги обратились за финансовой поддержкой в оплате обучения. Очень большая помощь, потому что обучение сейчас платное, очень дорогое. И для семейного бюджета, конечно, очень большая подспорья. Старшая дочь поступила в Гродненский государственный университет на педиатрию. Будет, если Бог даст, детским врачом. Благодаря предоставляемым социальным гарантиям и трехлетнему декретному отпуску все больше женщин делают выбор в пользу рождения детей. Ведь в этом они реализуют свое особое предназначение. Государством гарантировано выплачивание денежного пособия, что также является хорошей поддержкой статуса мамы. Но самое главное для женщин – это улыбки их детей – довольных, счастливых и здоровых.